Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих друзей, Сережи, я буду сейчас отвечать на вопросы сразу при изготовлении приблизительно вот такого эмиджера. Но мы будем с вами изготавливать имитацию веснянки, падёнки, которая находится в состоянии дан, то есть взрослого, живого, насекомого, не мёртвого. Поэтому в самом начале фильма я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на определённые моменты, которые необходимо потом будет нам с вами повторять, повторять и повторять. Итак, как вы видите, здесь используется перо CDC. И как заметно, здесь практически нет вот той головки, которая присуща, допустим, в мокрых мушках. Для чего это делается? Если я подыму немножечко вверх и попробую вам вот так вот поставить впереди иглу, то несложно будет догадаться, что мой эмиджер будет находиться вот в таком положении в воде. Значит, его крыло должно поддерживать. И только лишь, вот как вы видите, вот эта часть тела будет привлекать нашу рыбу. Но опять же, здесь же изготовлена и грудка, и сделана опушка, и всё остальное. Вот эта грудка и, будем говорить, небольшая опушечка из этого перо CDC позволяет не тонуть нашему эмиджеру. Если мы будем изготавливать головку несколько у мушки массивнее или ярко выраженную, ну, понятное дело, у нас она будет находиться уже вот так. Это не совсем правильно. Поэтому мы сейчас рассмотрим разные варианты изготовления вот самой простой сухой мушки, которую попросил меня друг, чтобы я показал, но с использованием перо CDC. И опять же, здесь нам необходимо будет изготовить опушку. Как вы видите, это у нас эмиджер. Если мы вот такую конструкцию изготовим на крючке, я уже подготовил, потом мы его с вами поставим. Вот у меня имеется. Это 20 какой-то, а это вот у нас крючок номер 16 или 18, надо посмотреть. Поэтому нам необходимо, чтобы было место для изготовления нашего тела. Значит, должно быть слегка удлинённое цевьё. Я взял обыкновенный крючок, который использует фирма Gamakatsu. Сейчас мы вам покажем. Вот F11. F11. Он имеет вот такую вот форму. И достаточно очень тонкая и прочная проволока. Можно использовать Timku 200R. Любой другой, но самое главное для изготовления сухой мушки, это должен быть как можно тоньше металл нашего крючка. Старайтесь подбирать сразу. Отбраковывайте. Так как вот наша лёгенькая вот эта крылышка, которая мы имитируем, не сможет удержать нашу мушку. Ну и понятное дело, взяв за основу вот такую конструкцию, добавив хвостик, сделав ёршик, мы сможем изготовить имитацию нашей падёночки или веснянки. Давайте мы с вами приступим. Я подготовлю материал и мы с вами уже дальше будем продолжать. Что нам с вами понадобится? Нам обязательно понадобится перо CDC. Значит, производитель, может быть, кто угодно, но желательно подбирать так, чтобы, как уже Серёжа у меня спрашивал, я не вижу градации. Вот в такой фирме, не буду озвучивать, вот здесь циферками и буковками написан цвет, свет и его градация. У фирмы, допустим, Хэнс, которую я использую, он практически написан код по расцветке и всё. Ну, подразумевается, что градация номер один, хотя иногда попадается перо, будем говорить, несколько хуже, чем я бы хотел. Также, в качестве дабина, вот имеются вот такие разные наборы. Это из перо CDC, разных расцветок и довольно-таки хороший, качественный материал. Но, если у вас нет его, есть отдельно, продаются вот такие наборы. На нём должно быть написано Super Fine. И обязательно нужно посмотреть в каталоге, чтобы не просто Super Fine, а он годился для сухих мушек, чтобы было в трубчатые материалы. Вот такой набор, это уже достаточно готовый для сухих мушек. Это Антрон. Они бывают, ну вот, как вы видите, разных цветов, разных оттенков, для разных-разных-разных. Но, в своё время я у друга приобрёл вот такой набор, как вы видите. Он значительно меньше, походный, который я беру с собой. Это тоже Антрон. И тоже всё нам понадобится для изготовления сухих мушек. Теперь давайте поговорим отдельно о нитке. Я уже неоднократно вам показывал массу фильмов, где вы видели, как я приблизительно подготавливаю нитку. Вот эта нить, сложно её, конечно, вот так передать видеокамерой, она 0.0.15, даже не 0.0.5. Значит, для каждой вот такой мелкой мушки необходимо подбирать свои материалы. Учитывая то, что это крючок у меня 16-18, я буду использовать всё равно вот такую тонкую нить, для того, чтобы не было нагромождения материала у меня на головке. И, учитывая то, что очень тонкая нить, исходя из этого, мы сможем по телу пройти 2-3-4 раза, формируя, допустим, этим самым более крепкое наше тело. Если нить будет толще, работать, естественно, неудобно. Можно истись мы, можно откуда угодно. Я уже отвечал на ваши вопросы. Поэтому, друзья мои, давайте мы сейчас закрепим материалы и будем дальше уже изготавливать нашу мушку. Закрепили крючок. И, как я уже рассказывал, я использую обязательно для крепления нити, чтобы она не проскальзывала по цевью, такой клей. И, значит, желательно, повторюсь, крючок, чтобы был с удлинённым цевьём, потому что крепить элементы нам нужно будет достаточно, соблюдая симметрию, дабы мушка наша не кувыркала. В качестве хвостиков я подготовил три такие лучика из шерсти барсука. Вымеряем длину. Она должна быть у нас длина хвостиков, ну, несколько, полторы, я считаю, длины нашего тела. Перехватываем, как я уже неоднократно вам показывал, в месте крепления. И уже от середины цевья я начинаю крепить мой материал. Подхватили, посмотрели. Достаточно, достаточно, чтобы не мешал нам материал, обрезаем его вровень, там, где будет наша заканчиваться грудка. И теперь окончательно доводим до начала загиба. Чтобы развести симпатично наши лучики, отгибаем вот так и ниткой промотали раз. Берём следующий волосок, который нам необходим, точно так же ниточкой провели и отвели в стороночку. Вот у нас вышло, мы два лучика с вами развели, теперь мы можем вот так промотать ещё сзади, чтобы их поднять все вверх. Вышла у нас вот такая, как вы видите, конструкция. Стараемся ниткой не навредить. Крепление. Закрепим материал, которым будем сегментировать. Обычно я использую достаточно крепкий, вот был новогоднее такое украшение. Это голографический хороший люрекс. Так же его стараюсь по всей длине, чтобы не было скученности. Закрепили и теперь уже аккуратненько можем до конца подхватить весь материал, который нам необходим. Не виток к витку, а вот такими спиральными движениями. Остановились здесь. Переходим к следующему моменту. Как я уже неоднократно вам показывал, рассказывал, мы берём. Если не знаем, начинаем изготавливать в том оттенке, в котором обычно чаще всего преобладают наши нимфы. Это или олива, или же это у нас будет слегка серого цвета. Я добавлю немножко к серому оливы. Беру обыкновенный клей-карандаш. Слегка, чтобы мне было удобно, нанесу клей. И беру небольшую порцию антрона, который мне необходим. Разравниваю его вот так, чтобы была прядь. Только после этого я прикладываю её к нитке и уже окончательно стараюсь, чтобы у меня ровно был распределён на нитке. Слегка прокручу, придавлю даже пальцами. Стараемся его вдоль нитки даже не скручивать. До первого касания нашего даббинга. И теперь мы уже можем формировать, как я показывал неоднократно, даббинговую нить. Не отпуская нить, её скручиваем. И уже начинаем формировать тело. Толщину, диаметр подберёте под величину своего крючка и своей, как говорится, уже той нимфы, которую вы, вернее, мушку будете изготавливать. Но желательно, чтобы она выходила цилиндрической формы. Вот пошли мои уже ближе к грудке зелёные вкрапления другого даббинга. И мы промотали ровно половину нашего тела. Нам теперь необходимо вот буквально пару-тройку оборотов выполнить коричневым антроном, чтобы мы обозначили уже место, где будет изготавливаться наша грудка. Обязательно не доходим буквально 2-3 миллиметра до колечка. подхватили и теперь так же, как я уже в прошлый раз, прокручиваем. И формируем уже несколько толще, более обозначенную вот так у нас грудку. Всё. Этого нам будет вполне достаточно, так как здесь мы должны ещё закрепить крыло и изготовить ножки. Ну, а теперь остаётся нам только лишь выбрать тот шаг, с которым мы с вами просегментируем тело нашей подёнки, веснянки. В принципе-то это собирательный больше образ сухой мушки. Очень хорошо любит форель, хариус. Да и другая белая рыба не прочь поживиться, если идёт вылет этих насекомых. Закрепили. И сразу удаляем. Учитывая то, что у нас материал достаточно скользкий, я опять не сильно утяжелю нашу мушку, если немножечко нанесу вот так клея на нить. И в месте крепления уже люрекса закрепим вот так окончательно. Теперь переходим к самому такому моменту, который мы с Серёжей обсуждали. Но, как я сказал, мне легче показать в фильме. Вот у нас не совсем подходит по величине наше перо. Поэтому его можно будет, как сейчас вот слегка мы освобождаем общипали ость, чтобы более ровно закрепить. Выбираем тот угол, под которым мы его крепим, не отпускаем перо и подхватываем, как вы видите, уже почти до самого колечка. Аккуратно стараемся не нарушить положение пера, доматываем до места крепления даббинга. для того, чтобы мне в дальнейшем было удобно крепить перо, я обычно, чтобы нить не скользила, потому что по перу достаточно остро, скользкие два материала, она будет скользить. Поэтому я вот приблизительно в миллиметре от того места, где я закрепил перо, я сделаю вот так парочку оборотов и закреплю свою нить. Вот с этой точки она у нас уже ни влево, ни вправо не уйдет, когда мы будем крепить перо. Как можно крепить перо? Если мы будем вот как я сейчас его начинаю разворачивать и делать пару-тройку оборотов, то мои бородки будут смотреть вперед. Значит, моя мушка будет достаточно хорошо опираться лапками на поверхностную пленку воды. Если мы будем мотать бородками немножечко, как говорится, загибу в другую сторону, у нас будет проблематично, так как надо будет выполнить больше оборотов. Вот я выполнил два оборота, мне их вполне достаточно. удерживаю перо, натягиваю нитку, перекидываю, перо не отпускаю, нитку перекидываем, и так парочку выполним оборотов. То перо, которое вот у нас сейчас выступает, это не страшно, мы его вот так вот буквально убираем, и уже более качественно промотаем ниткой там, где будем крепить крыло. Поджимаем прямо вот так бобинодержателем. Если возникает вот такая ситуация, что сложно, я обычно беру обыкновенную вот так скрепку, или же есть специально колечки, но здесь проблема заключается в том, что нужно обязательно, чтобы была с прорезью, поэтому мы с вами одеваем на наше вот так перо, уводим наши бородочки, нашей этой, или же можно использовать, как я уже неоднократно вам показывал, трубку. Вот мы все наши бородки убрали, и теперь я спокойненько вот здесь беру и прокручиваю уже ниткой. Годится. Пару-тройку раз, больше не надо. Как вы видите, перо нам уже не мешает, не топоршится и не налезает на нашу головку. Достаточно удобно и симпатично. Убрали. Переходим теперь к изготовлению крыла. Ну, учитывая то, что мы с вами оставили здесь достаточное количество места, нам будет удобно его крепить. Подготовим перышки. Я сложил вот так два вогнутой стороной друг к другу перышка. Но нам с вами, как вы видите, вот здесь мешает кость. Я беру, опускаю вот так ножницы до той длины, которая мне необходима. И откусываю раз и в другом перышке. Вот так же два. теперь у нас получился вот такой вырез, который будет достаточно хорошо определять форму крыла. Берем, подравниваем все вот так вот бородки. Не отпускаем. И что дальше делаем? Если меня не устраивает по какой-либо причине, вот вся вот такая длина пера, я могу добавить другого оттенка. Или же еще добавить антрон, все что угодно. Но учитывая то, что я должен изготовить мушку так, как просил Сережа, значит, я изготавливаю ее, ну, на свой манер. Значит, что мы делаем? Вымеряем длину крыла. Крыло, конечно, должно быть достаточно большое и должно, ну, считайте, равняться чуть ли не длине цевья. Оставляем вот в этом положении, перехватываем так, чтобы не нарушить наши перья, притяжной петлей подтягиваем, раз, второй, не затягиваем сильно. И теперь, вот, как вы видите, я беру и вот так вот теперь уже начинаю подравнивать. Еще не отпускаем. Вот так, как мы оставим в таком положении, в таком положении наше перышко и будет стоять, как вы видите. Что нам теперь остается? Я беру аккуратно, удерживая опять крыло, два-три раза промотаю ближе уже к загибу, вернее, к колечку. Поднимаем аккуратненько вот так наши перья и под углом обрезаем все остатки. Все. Теперь, как вы видите, у нас достаточно места для формирования головки. У нас не повреждены наши лапки. Если вышло, вот как у моей ситуации, ну, несколько длиннее они, это не страшно, но если наполовину еще длиннее моих, можно спокойно потом вот так взять и вровень с загибом крючка все это подрезать. Нежелательно, конечно, но найти качественное перо необходимой величины для сухой мушки, ну, очень тяжело, поэтому, а изготовить хочется, я так думаю, это можно. Ну, все, друзья мои, теперь мы изготовим маленькую-маленькую головку, вплоть до того, что мы можем даже здесь еще немножко добавить даббинга, можно добавить и перо павлина, как нам будет удобно. у нас осталось свободное место. Самое основное, что вы меня спрашивали, я теперь сейчас покажу. Обычно я, когда остается вот такое количество пера, что я делаю? Я стараюсь, чтобы мне не мешало то, с которым я работал перо, увожу, вот так слегка увлажнив пальцы, и от колечка начинаю весь материал подхватывать, двигаясь, вот как вам видно, двигаясь уже в сторону крыла. Все, вот такой величины, такой головки нам вполне достаточно. Все, теперь нам остается только лишь сделать завершающий узел, ну и по возможности аккуратненько капнуть капельку лака. Можно и не капать, можно нанести клей на нить, сделать завершающий узел, и наша мушка готова к рыбалке. Вот и все, друзья мои, благодарю вас за внимание, до скорых встреч. Пока.